Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска, утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В недавнем времени Google сделал бесплатным свой сервис для видеоконференц-связи абсолютно для всех пользователей. Как известно, приложение Google Meet ранее был доступен обладателям премиум подписки G Suite для предприятий. С недавних пор Meet стал доступен всем пользователям, чтобы люди могли поддерживать связь, что очень актуально в данное время. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать учетную запись Google, после чего можно участвовать в собрании. По словам компании, со временем собрания будут ограничены по времени до 60 минут, но пока что можно пользоваться без ограничений. Итак, давайте посмотрим, что собой представляет данный сервис. Как я уже говорил, для использования нужно создать Google аккаунт. На ПК сервис работает в браузере. Meet поддерживается в браузерах Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Safari. В Internet Explorer поддерживаются не все возможности сервиса Meet. Если для видеоконференции вы используете смартфон или планшет, приложение можно скачать с феймаркета. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Перед началом работы Google Meet необходимо предоставить доступ к камере и микрофону. Открыв в браузере главную страницу сервиса, нажмите разрешить. Если запрос на доступ не появился или вы ранее заблокировали его, кликните по значку камера заблокирована, после чего вы автоматически подключитесь к видео встрече. Если настройки не обновились, нужно переподключиться к встрече или перезагрузить браузер и заново подключиться. Чтобы начать видео встречу, жмем здесь начать встречу или вводим код, если нужно присоединиться к уже начатой. Вы можете запланировать будущую встречу в Google календаре, добавить название, указать дату и установить дополнительные параметры, место проведения, добавить гостей, настроить уведомления и добавить описание. При создании конференции через Google календарь можно прикреплять файлы к конференции для предварительного ознакомления участников с материалами конференции. Начав встречу, жмем «Присоединиться». После откроется окно «Добавление участников». Чтобы добавить участника, нажмите «Добавить» и выберите его из списка ваших контактов или укажите адрес электронной почты, а затем нажмите «Отправить приглашение» или нажмите здесь «Копировать данные» и отправьте приглашение любым удобным вам способом, к примеру в мессенджере. Присоединиться к встрече можно несколькими способами. Открыть запланированные мероприятия в календаре и присоединиться к встрече. С главного окна сервиса выберите встречу из списка запланированных и нажмите «Присоединиться» или видите код или название встречи. Код встречи вы можете увидеть в конце ссылки мероприятия. Дефисы вводить не обязательно. Также можно присоединиться по ссылке приглашения. Нажмите по ссылке на встречу, которую вы получили в сообщении или электронном письме. Исследуйте инструкциям на экране. Если у вас нет Google аккаунта, одному из участников нужно будет одобрить ваш запрос «Присоединиться». В окне встречи есть возможность включить или выключить микрофон и камеру, покинуть встречу, поделиться своим экраном, показать весь экран, окно или только вкладку браузера. Если вам нужна ссылка или код для приглашения, нажмите «Информация встречи». Вверху экрана находится список участников, в котором можно добавить новых. Еще здесь есть чат для обмена текстовыми сообщениями. Нажав три точки можно выбрать другой макет расположения плиток, включить субтизры и полноэкранный режим. А в настройках проверить и настроить аудио и видео оборудование. Google Meet можно использовать и на мобильных устройствах с Android и iOS. Нужно ли скачать и установить приложение с маркета? В приложении на мобильных устройствах доступны все те же функции, что и в браузере на ПК. Начать новую или ввести код существующей встречи. Включение и выключение микрофона и камеры. Демонстрация экрана. Посмотреть участников встречи и воспользоваться чатом. А также поделиться ссылкой встречи. С помощью данного сервиса вы с легкостью сможете организовать видеоконференцию для взаимодействия сотрудников или для организации дистанционного видеоурока. Вам достаточно просто запланировать встречу и отправить участникам ссылку. Сервис работает как на ПК, так и на мобильных устройствах. Имеет простой интерфейс и удобные средства для управления участниками. А Google обеспечит безопасность и конфиденциальность ваших данных, благодаря встроенным механизмам защиты. Во время видео встречи поток данных шифруется при передаче, а набор включенных по умолчанию инструментов защиты обеспечивает безопасность мероприятия. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!